Сегодня утром проснулись, сегодня воскресенье, и такие все красивые идут. Это фестиваль, фестиваль? Какой фестиваль? Керчилл Кармел. А, сегодня какой-то церковный фестиваль. Мария Кармел. Ой, какие красавчики! Посмотрите! А сколько у вас собирается сесть на байк-то? Так, how many people will sit? One, two, three, four? Вот у них такой вот стиль одежды, у женщин гуанских. Они одевают обтягивающие красивые платьишки. Порчевые. А это наши зрители, Оля и Андрей. Как в этом поле чудес. Используясь случаем, хочу передать привет маме, папе. Передавайте. Всем привет. Ребята упали с байка, мы идем кушать, а они аптеку ищут. Вот в одном направлении получилось идем. Смотрите, какие красивые. Ну, прям вот, как куколки Барби все. Какие детали? Обязательно, обязательно надо. Как это и шапочка называется? Чоли. Чоли, чоли. Ты или чоли. А вы знаете, если вы покупаете нормальное саре, не 100-рублевое с дырками, как там у нас там бывает, то у них в конце, вот начало, видите, дуб, ну, как бы вот шаль такая вот красивая, а конец вот где-то метр, экстра, лишний метр ткани, ее отрезаешь, и из нее шьешь блузочку, видите, у блузочки вот как бы с этим чоли, very beautiful чоли. И с такого же цвета вот рукав получается. Поэтому первое саре должно быть дорогим и красивым. Ну, хотя бы рупий за 700, не за 100. И пошейте там, здесь индийские, я думаю, тейлоры знают, вот, как надо шить чоли. Кармель фестиваль. Ну, вот они все вот прям, вот, с линобайкой, с шариками. Это что-то такое связано, как вот у нас Мария, не знаю. Сейчас я посмотрю потом, да, Дева Мария, ну, что там, может, рождение ее, Рождество. Да, да, Богородица. Ну, какой-то праздник сейчас вот посмотрим. Я как раз хотела сходить к церкви. Звалады. У нас все более, как и европейские. Более издержанное. И посмотрите, какие у них красивые тухельки-то на каблучках. Ой, этого парня знаю, он женился. В том году я была на их свадьбе. Слушайте, а что это у них такой ребенок большой? Нет, это, наверное... Нет, нет, это, наверное, сестренка. Точно-точно он, Фернандо. И вот забыла, как девушку зовут. В этой свадьбе я была... В этой церкви я была на их свадьбе. Мы вначале вообще пришли на чужую свадьбу нечаянно. Сели такие, нас никто не выгнал. Ух ты! Так, ребят, нам надо перейти дорогу. Пошли смотреть. После падения у тебя это стал шок. Обычно после аварии... Мы в коллекцию заездим, это вот первое наше. Тебе надо будет потом через силу просто сесть и проехаться, чтобы не было привязки к этому страху. А здесь вот булочки. Если не успеваете по 4 рупия, вот булочки, вот видите, они разводят. Здесь их делают, производят. Можете докупить как бы. Вот мы утром завтракаем с этими булочками. А вот у них транспортные средства, велосипеды свистят. Ага. Привет, говорит, давай машина. Так, что у них тут продаются? Все нужное, очень-очень нужное. Игрушки. Конечно. С кем ты хочешь фотографироваться? С нами? Давай. Господи, я их уже всех знаю. Куколка прямо, смотри какая. Губки накрашены. В каблучке сидит так. Браслетики. Вот такие вот как бы наподобие чоли. Но это не чоли, это такие. Да, это праздничные. Ну, в смысле, это чоли, но без рукавов. Вот у нас ваш рам в таком не пустят. Нет, нет, это вот Мадер Кэрмал. За часу. За часу. Мне еще сказали, вот часа в четыре вот куда-то сюда подъезжает товарищи, продает в булочках таких омлет. Нет, 20 рупий всего такой сэндвич стоит. Я, правда, сама не видела, но люди на пляжу уже видят. Смотри, смотри. Батюшка. Батюшка. Наверное. Как классно. Нет, не похож на батюшку. Ну, ты посмотри. Мадер Кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрм-хо. Мадер Кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэрмал-кэ красивые прямо как вот богатые тоже плачут то помните бразильские сериалы там вероника кастро не на мужчина слушай я вообще с крашенными то волосами не особо видела хвостик оранжевый сам черненький а хвостик рыженький индиец гуанские индийцы немножко отличаются они более такие понтовые подожди мужчины такие бесстрашные еще и нас бросили так опрометчиво да мы трусливая колоритная женщина как из мультика и у нее главное и цвет волос и цвет татуировочки главное посмотри как гармонирует бирюза гирлянды всем подарили это он про фильм какой-то рассказывает джоном траву то я не смотрела когда молния видимо попала ага и он стал говорить на всех языках так а что это у них было за посвящение всем гирлянды раздали можем ну пошли пошли туда по спа он какой хорошенький розовенький барби скутер варен айс барби скутер так это у тебя посвящение первый раз да не фотканная еда в рот не лезет ломает это называется доза почему-то какая-то она тут хорошая нехорошая много картошки вот соседнем кафе картошку просто размазывают очень мало дают и сама доза такая как тоненькая бумажка давай давай ну давай руками руками вообще руками и вот это вот называется самбар это чатни кокосовое чатни нет но я не знаю попробуй может быть перчона хотя здесь тоже на иностранцев очень острое чатни вообще отлично ну чё какая красота носочки то носочки то болливуд один крашу другого да не говори как в сказку попали ой, let's go up to the church пошли в церковь, посмотрим что там нереальный какой-то свет 22 вот что у них да, мы тоже попали на фестиваль правда не знаю обереги какие-то а вот так вот это говорит для продажи нет, если надо, возьми можете взять возьмите, да, на память что были здесь приятно все пошли нечто, да, вообще супер а тут же они все еще нарядные будут ой, ну нарядные они вообще вот прямо сказочно нарядные кто, Саши? я ху кто это? ну, пока он ничего не хочет я смотрю, он упитанный такой какой-то одинокий а вон мама мама следует за детем это дикие или чьи-то? да нет, это чьи-то вот хозяйство там у них вон их эти ложки для еды вообще у них тут было вот мы вчера снимали две большие мамы и штук шесть или восемь поросят может больше это их сад, говорит ой-ой-ой-ой пятеро откуда они рванули это с подмаста никаких эмоций на лице так, мы зашли вот в это парк или как это называется место, где йога-энгара и здесь вот их бунгало и хотим посмотреть что, почем в том году я снимала Лена нам объясняла из Бельгии что, к чему это не она, ли? драмсала, да похоже ой, как красиво а вот здесь вот у них был какой-то прощальный концерт жгли костры песни пели когда она нас сюда пригласила очень так романтично тут было вообще приятная, да, территория? да для йогов здесь проводят интенсивные какие-то вот курсы учителей готовят как я помню что мне объясняли в том году вот это я вот тут вот 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 вот